В 2022 году мы отметим 270-летие города Шуша. В 1752 году Панах Алихан основал Шушу, и в новом году мы торжественно отметим этот юбилей. Учитывая эту славную дату и с целью ускорения восстановления Шуши, я объявляю Новый год годом города Шуша. В настоящее время наше государство настроено на поствоенный период, а именно на восстановление деоккупированных территорий, строительно-восстановительные работы и Великое Возвращение. 2022 год можем назвать и годом возвращения, годом, когда живущие 30-летние тоской по родным землям вынужденные переселенцы наконец-то смогут вернуться к ним. К тому же уже начали осуществляться проекты, нацеленные в этом направлении. Картин на освобожденных от оккупации землях предвещает большие сложности, потому что все разрушено, разрушена инфраструктура, снесены здания, снесены административные здания. В настоящее время в тех местах нет условий для жизни, но мы восстановим эти регионы, все районы, предпримем все шаги для нормальной жизни наших граждан. Мы являемся свидетелями того, как эти высказывания главы государства вскоре после окончания войны всего за год стали реальностью. Началось строительство дорог от Тартера до Суговушана, от Тонгалы до Кельбаджара, из Горадиза до Зянгилана, оттуда до Губадлы, Лачина и, наконец, от Физули до Шуши. Существенная часть работ уже выполнена. Сдан в эксплуатацию Физулинский аэропорт. Строительство двух остальных в Зянгилане и Лачины продолжается ускоренными темпами. Учитывая промышленный потенциал на освобожденных территориях, мы видим, что строительство аэропортов ускорит вывод на мировой рынок продукции, который будет производиться на этих территориях. Это, в свою очередь, создаст условия для увеличения экспортных возможностей региона. Сегодня происходит это историческое событие. Мы даем старт строительству Лачинского международного аэропорта. Считаю, для многих это стало неожиданностью. Некоторые считали это чудом, потому что в советское время в этом регионе, в Кельбаджар-Лачинской зоне, никогда не было аэропорта. Именно по этой причине, поскольку это могло быть очень дорогим проектом и невозможно было найти подходящее место. Независимое азербайджанское государство способно и на это. У нас для этого есть и технические возможности, и финансовые возможности, и сильная воля. Результатом этой сильной воли является то, что Азербайджан имеет ключевое слово в регионе. Новые реалии в регионе после нашей исторической победы заставляют Армению смириться со сложившейся ситуацией. Открытие новых транспортных коридоров, восстановление коммуникаций и осуществление контроля непосредственно Азербайджанам является дипломатическим успехом главы государства. Война осталась позади. Она продемонстрировала нашу мощь, непоколебимую волю, единство. Железный кулак, превратившийся в символ войны, победы, показал свою силу. Это и единство, и сила. В нашем обществе есть и единство. У нашей страны есть и всегда будет мощь. Если кто-то сегодня в Армении живет реваншистскими настроениями, то он совершает большую ошибку. Пусть они никогда не забывают эту 44-дневную войну. После Отечественной войны армянское государство, правительство, народ в очередной раз поняли, что у них непобедимая Великая Армия – это всего лишь плод их воображения. Победа Азербайджана на поле боя обусловила и победу на политической арене. Трехстороннее заявление, подписанное по окончанию военных действий, определило правовую и политическую основу складывающихся реалий. Самир уручки о Малязис ГЗ. Новости АСТВ.